МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Колонна памяти. В этом году в акции Бессмертный полк принял участие вдвое больше обнинсов. Аермолинские ветераны спецназа в преддверии праздника проехали автопробегом по городам и селам Калужской области, где расположены воинские захоронения. Пожар в Оболенском. Жилой дом не сгорел бы, как спичка, если бы спасатели имели доступ к пожарным гидрантам и колонкам, считают жители села. Решающий турнир. Калужские тяжелоатлеты определили состав сборной области, которая примет участие в чемпионате Центрального федерального округа. А теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. И начнем мы с темы празднования Дня Победы. В Нукограде этот праздник начался с традиционного легкоатлетического пробега. В этот раз он собрал около полусотни профессионалов и любителей. В 8.30 утра спортсмены стартовали от мемориала «Вечный огонь» в Жуков. Оттуда колонна направилась в Стрелковку. Традиционный маршрут ли котлеты преодолевают примерно за час. В этом году спортивная акция прошла в Нукограде уже в 33-й раз. Около 9 часов утра возле мемориала «Вечный огонь» началась лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ее совершил благочинный города протеерей Сергий Вишняков в сослужении представителей Обнинского духовенства. А ровно в 10 часов утра в Обнинске начался праздничный митинг. Екатерина Замахина продолжит. Обнинцы, пришедшие сюда, чтобы вместе встретить День Победы, не побоялись ни дождя, ни снега. Возле мемориала «Вечный огонь» их приветствовали глава городской администрации Владислав Шапша, заместитель председателя Обнинского городского собрания Владимир Новолокин командир учебного центра ВМФ Михаил Воложинский и депутат Государственной Думы России Геннадий Скляр. Мы помним всех, кто дал нам жизнь наших дедов, отцов, матерей. И это наша гордость. И то, как мы помним свою историю, вызывает уважение у всего мира. Если мы забудем тот подвиг, если мы забудем имена тех людей, которые сегодня в бессмертном полку, то мы станем предателями. А этого никогда не было в России. Никогда не было среди нас. Выступил перед горожанами и участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Кочурин. Обращаясь к нескольким поколениям обнинцев, ветеран призвал их всегда помнить о подвиге его боевых товарищей. Мы оставляем нашу Россию вам, вам, нашему поколению. Помните это, не забывайте. Потому что наша сила только в нашем единстве, не единстве всех народов нашей родной России. Но в этот день имеет смысл и очень важно задуматься, правильно ли мы живем, достойны ли мы памяти наших дедов и прадедов. Давайте будем жить так, чтобы нашим дедам и прадедам за нас не было стыдно. После возложения венков и цветов на площадь вступили первые ряды бессмертного полка. Зрителям шествие участников Всероссийской акции казалось бесконечным. Так много было людей, которые с гордостью и слезами на глазах несли в руках портреты своих родственников, защищавших нашу страну от врага в годы Великой Отечественной войны. По данным организаторов, в этом году в колонну бессмертного полка в Обнинске встали около 4,5 тысяч горожан, что в два раза превысило количество участников акции в прошлом мае. Парадом победы перед Вечным огнем прошли и представители учебного центра ВМФ воинской части 3382, подразделения специального управления Федеральной противопожарной службы номер 84 МЧС России, а также учащиеся кадетских классов нескольких школ города. Екатерина Замахина, Шахноза Малаева, Михаил Хадак, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. День победы в Обнинске одновременно праздновали на нескольких площадках. В здании кинотеатра «Мир» прошел детский праздник, в программе которого были цирковое представление, дрессированных собак, показ мультфильмов, детская дискотека и конкурс рисунка на асфальте. Между показательными выступлениями детям показывали фрагменты военных фильмов, героями которых также были собаки. В городском парке 9 мая состоялся праздничный концерт «Вальс Победы». Это событие имеет уже пятилетнюю историю. По традиции в концерте принимают участие воспитанники детских садов, школьники, представители танцевальных коллективов и вокальных групп. Ровно в 10 вечера на Дубнинском пригремели первые залпы праздничного салюта, который длился около 7 минут. Судя по аплодисментам, обнинцам это представление понравилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об итогах празднования 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны говорили сегодня в здании администрации, где прошло еженедельное совещание руководителей городских служб. С начала года в Обнинске провели полсотни мероприятий и акций, посвященных Великой Победе. В митинге, который прошел в Обнинске 9 мая, приняли участие не меньше 8 тысяч человек. Вот все прошло, мы считаем, на хорошем уровне. И дневные концерты, и вечерний концерт, и салют. Все как бы при большом скоплении людей, при добром отношении людей. По данным полиции, праздник в Обнинске прошел без крупных происшествий, а вот спасатели предупредили о начале пожара опасного периода. С 5 мая и до 1 сентября за сжигание сухой травы предусмотрены двойные штрафы. Для физических лиц от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц от 400 до 500 тысяч. Это именно на особый противопожарный режим. Поэтому прошу... Но это касается шашлычников, которые... Нет, шашлычники у них... Организованы. Да, организованы. Это именно проведение, которое не санкционировано, вот это сжигание, шашлычники, пусть жарят шашлыки. Обсудили на совещании и подготовку к реализации проекта строительства магистральной дороги, которая соединит проспект Ленина и улицу Белкинскую с территорией Завражья. Сложный инженерный объект будет возводиться за счет средств федерального, областного и частичного муниципального бюджетов. В планах местной администрации реализовать еще один проект, связанный с реконструкцией улицы Борисоглебской. Подрядная организация должна определиться в ближайшие недели, после чего здесь начнутся работы по расширению проезжей части. Екатерина Замахина, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. Торжественный митинг в честь Великой Победы прошел 9 мая и в Балабанове, где главными участниками мероприятия также стали ветераны Великой Отечественной войны. А в преддверии праздника 8 мая здесь традиционно стартовал ежегодный автопробег, подготовленный Ермолинским автоклубом «4 на 4» и объединением ветеранов спецназа «Русь». Яна Гончаренко продолжит. Ежегодно 8 мая участники этого автопробега выезжают на места братских захоронений, которые находятся на территории северной части Калужского региона. Машины, которые они готовят к автопробегу, готовят и придают им вид боевых машин времен Отечественной войны. На каких-то установлены пулеметы, конечно, это все бутафорские, но тем не менее это производит очень интересное впечатление. Мы готовим от себя венки, цветы для того, чтобы передать участникам автопробега, для того, чтобы они могли возложить в других городах, в других поселениях нашего района и соседних районов, чтобы почтить память павших. Стартовал автопробег в городе Ермолино. Участники акции посетили деревню Добрино, город Боровск, населенные пункты Малоярославецкого и Жуковского районов. Они также приняли участие в митинге, который прошел в канун Дня Победы в Балабаново. Представители местной администрации поздравили всех гостей с наступающим праздником. Дипломом лауреата и памятным подарком в этот день был награжден ученик третьего класса Балабановской школы номер 2 Арсений Товстуха, принявший участие во всероссийском конкурсе «Письмо солдату». А 9 мая в Балабанове прошел торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Главными участниками мероприятия, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны. 9 мая – это горе. Это не праздник, а это горе всем. Сейчас только его начали праздновать. Раньше приходил этот день, все плакали, потому что не было ни одной семьи, чтобы кто-нибудь там не остался. Митинг открыли участники всероссийской акции «Бессмертный полк», который единой колонной прошли по улицам праздничного города. В этом году в нем приняли участие более 700 горожан. Эта акция уже стала народной традицией. Ее цель – привлечь как можно больше людей, которые хотят сохранить память о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Памяти героев в этот день был посвящен пробег, маршрут которого пролегал от Боровска до Балабанова. В нем приняли участие более 30 спортсменов города. Огромную благодарность всем участникам войны и труженикам тыла, всем тем, кто завоевывал долгожданную победу, трудился во имя Родины. В своих выступлениях выразили заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин и представители местной власти. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. В этот день мы чтим великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, тех, кто не отступил перед лицом врага. Дорогие ветераны, вы главные герои Великого Дня Победы. Ваш подвиг предопределил мирную и достойную жизнь для многих поколений. Завершился митинг праздничным парадом, участниками которого стали представители воинских частей, базирующихся в Балабаново и Ермолино. После этого, по традиции, участники митинга почтили память павших минуты молчания и возложили венки и цветы к мемориалу «Вечный огонь». Яна Гончаренко, Сергей Мокрецов, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ, Балабаново. Утром 7 мая в соседнем Малой Рославицком районе произошел пожар. В селе Оболенское сгорел жилой дом. Как пояснили нам очевидцы, огонь мог перекинуться на здание от загоревшейся бани. Хозяева участка успели покинуть эпицентр пожара и тушили его вместе с приехавшими на место спасателями. Всего здесь работали пять пожарных расчетов. При этом жители села утверждают, что дом, сгоревший как спичка, можно было спасти, если бы пожарные могли набрать воду на территории населенного пункта. И на дом пожар бы не перекинулся, если бы в поселке работали, функционировали пожарные гидранты. И колонки, ни одной колонки, где заправилась бы машина и действовала бы побыстрее, нету. Похоже, что пожар в селе Оболенское станет поводом для дальнейших разбирательств уже с местной властью. Тем временем, самый пожароопасный летний сезон только начинается. И жителям этого населенного пункта явно стоит всегда быть на чеку. Накануне Дня Победы в нашем городе проходило много спортивных соревнований, одним из которых стал чемпионат Калужской области по тяжелой атлетике. Турнир проходил в зале штангистов по трибунами городского стадиона. На соревнования, как обычно, приехали представители областного центра города Жуково, а также совхоза Боровский. Приняли участие в турнире и спортсмены Обнинского кванта. По итогам состязаний была сформирована сборная команда нашей области для участия в чемпионате ЦФО. Передаю слово Николаю Хнычкову. Традиционно на чемпионат присылают своих представителей школы Калуги, Жуково, совхоза Боровский и Обнинского кванта. Соревнования командные. За счет идет по 8 лучших результатов у мужчин и 7 женских. Конкуренция в каждой весовой категории была жесткой, и потому спортсмены выкладывались по полной, чтобы зафиксировать максимальный вес, на который способны. Главный судья соревнований, мастер спорта международного класса Николай Петухов сообщил, что по итогам турнира будет сформирована сборная команда области для выступления на чемпионате Центрального федерального округа. Штангисты кванта, мастера спорта Любови Находова, Александр Мышов и Юлия Старкова своими результатами доказали право представлять наш регион на соревнованиях столь высокого уровня. Не просто сложился сезон у Юлии Старковой. Череда травм не помешала представителю Обнинской школы тяжелоатлетов выполнить заветный норматив мастера спорта и в апреле этого года получить высокое звание. Прошлый сезон у нас получилось две операции. Летом мне пришлось перенести. Получилось так, что мы в ноябре поехали на чемпионат МВД, который проводился во Владимире. Данный чемпионат являлся мастерским. Нам пришлось из-за того, что были травмы, перейти в другую весовую категорию. Так я выступаю в 75 килограмм. Пришлось выступать на категорию легче, 69. Да, там я выполнил норматив мастера спорта. И 6 апреля приказом министра мне присвоено данное звание. Любители спорта надеются, что на чемпионате СФО все сложится удачно. И Юля, как и вся команда области, выступит достойно и порадует высокими спортивными результатами. Николай Хночков, Алексей Резвых, телекомпания Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ 5 раз в неделю по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего самого наилучшего и прощаемся до завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok